23 года Василий проработал водителем на аграрной фирме в Велико-Белозерском районе. Сегодня под стенами облсовета вместе с другими работниками сферы сельского хозяйства боится скоро остаться без работы из-за отмены спецрежима НДС. Мы пришли сюда выразить свой протест против принятых Верховной Радой бюджета и планов, я так понимаю, Кабмина, такие, что согласно этим планам село не должно уже выжить. Ну вот мы пришли, может нас услышат. Автоматический возврат налога на добавленную стоимость для агрария в единственная поддержка со стороны государства. Митингующие считают, изменения к налоговому кодексу могут уничтожить сельскохозяйственный бизнес. Люди, которые здесь собрались, это работники, которые работают на тракторах, на комбайнах, которые напрямую связаны с землей, то есть мы, которые инвестируем в землю, деньги, это один из самых рискованных видов бизнеса, потому что, как у меня товарищ говорит, проще закопать чемодан в поле с деньгами, чем посеяться. В субботу аграрии уже перекрывали трассу Москва-Симферополь в районе Васильевки. Сегодня подобная акция прошла в Мелитопольском районе. Более 400 селян практически парализовали движение. Пропускали только автомобили с детьми, машины скорой помощи и украинских военных. Мы вышли для того, чтобы последний локомотив национальной экономики не уложили на лопатки, чтобы сельская инфраструктура могла как-то существовать. Мы хотим жить в нормальной стране и платить налоги, те, которые нам посильны, а не те, которые просто-напросто сделают нашу жизнь и наш бизнес просто нереальным, невыносимым. Мы хотим и будем поднимать такие акции протеста в Днепропетровской области аграриев. То есть много друзей, товарищей, связанных с аграрным бизнесом, которые не будут сидеть сложа руки. В Запорожье обратиться к президенту Украины, чтобы тот наложил вето на законопроект, митингующие решили через исполняющего обязанности главы облгосадминистрации Константина Брыля. Правда, чиновник пообщаться с аграриями не смог. Вместо него обсудить ситуацию пришел директор департамента агропромышленного развития. Он заверил, позиции облгосадминистрации и облсовета совпадают с позицией запорожских аграриев. Дотаций, как в Европе, ничего такого нет. Сейчас забирают. Я как считаю, что это неправильно. Есть государственные мужи, которые считают это правильно. Я практически 99% уверен, что губернатор, исполняющий обязанность Константин Иванович, он поддержит. Самардак точно поддержит, как глава облсовета. По итогу разговора представители аграрного бизнеса написали обращение к президенту Украины. Екатерина Свириденко, Артем Довжик, Игорь Бахиркин, ТВ5.